Значит, произошла такая ситуация, ну как ситуация, я не знаю как, но я своим одноклассницам, у меня есть две подруги в школе, и я им рассказала о том, кто есть во Христе, я особо не затрагиваю эту тему, и один раз мы на неделю вышли на улицу, и они у меня начали спрашивать о Боге, и у нас как-то завязался разговор, что мы с ними просто возле школы около полутора часов просто стояли на морозе и говорили о Боге. Я им рассказала все, они у меня задавали много вопросов, очень много, и слава богу, что они вообще интересуются. И так вышло, что одна из них, она все время шмыгала носом, она кашляла, я говорю, ты что это, болеешь? Он говорит, ну да, она несколько дней на больничном сидела, потом она опять вышла, чтобы просто учиться, потому что начало четверти, она сразу заболела. Я говорю, давайте за тебя помолюсь, она такая сразу, типа, в смысле, как? Я ей все рассказала, говорю, это вообще не больно, это ничего, все. Она на меня так сразу посмотрела, и вообще, ну, я возложила на нее руку, коротко, как могла, помолилась, там 10 секунд, и все. Мы дальше продолжили разговаривать. За другую я тоже так немножечко помолилась просто за ее состояние, потому что она, ну, как бы у нее почему-то всегда в разуме какая-то борьба происходит просто, потому что у нее в семье не особо, как бы, такая светлая история. И вот тут подруга моя говорит, говорит, я дышу, я такая, в смысле? Она говорит, ну, в смысле, у меня нос был заложен, я ртом дышала, я сейчас это, начала дышать, такая, ты что сделала? Я такая, это бог. На следующий день я прихожу, мы сидим в раздевалке на физре, и она мне, ну, как бы, сама затронула тему, говорит, то, что ты когда вчера там что-то сделала, я говорю, помолилась. Она такая, ну да, ты когда вчера помолилась, говорит, я пришла домой, и у меня горло прошло. И она вообще потом просто здоровая ходила, дышала, и слава Богу. Аминь. Всех приветствую. Иисус царь. Аминь. Понедельник. Короче, из-за специфики моей работы, как бы, у меня левая рука начала неметь. И в понедельник здесь на молитве стоим уже, когда вот в молитве согласие. Думаю, надо это попросить, чтобы, ну, помолились за меня, чтобы рука прошла. Потом думаю, нам писание о чем говорит? Будут возлагать руки, люди будут исцеляться. Аминь. Аминь. Иначе не будем просить, просто принимаем. Стоим, держимся за руки. То же самое возложение. Принимаю, что я исцелен. Я вам свидетельствую. За прошедшую неделю рука не немела. Аллилуйя. Во вторник. Молюсь я. Ну, человек там на работе, как бы, говорит, ну, плечо болит, прям не могу. Я говорю, давай помолюсь. За день, раза три, наверное, молился за него. И на остановке уже, когда, ну, разъезжались, возлагаю на него руку просто, ну. А, ну, опять же, вот у меня было свое понимание, ну, возложить руки просто, да, возложение. Я возлагал руки и всегда про себя молился. Ну, и как бы разъезжаемся. В среду пересекаемся на проходной, проходим. Я просто его за плечо приобнимаю и идем, разговариваем. Я говорю, как ночь, как спалось, что снилось. Ну, такой, как бы, позитивный лад задаю на день. И начинаем работать. Часов в десять, наверное. Я говорю, а что с плечом-то? Он говорит, я еще ехал, говорит, в троллейбусе, говорит, на работу. Оно немного болело. На завод зашел, не болит. Я говорю, аллилуйя, Иисусай. Ну, и как бы тоже вот анализировал, да, вот то, что, ну, написано же просто, возлагать будем руки. Ну, не молиться там про себя, там, ну, вслух там. Думаю, Господь. Вот, ну, я причем, ну, даже, ну, как, ну, и не хотел, как бы, даже молиться за него, да. Но вот насколько ты вот, когда Дух Святой в тебе, да, и когда вот ты, ну, пребываешь в этом, он произливается через тебя. Главное, ну, не мешать ему, прям, аллилуйя. И еще во вторник, как бы, я молюсь за отступников, и у меня друг есть, ну, там немного, у меня два всего. Он вышел на связь и, ну, говорит, а он прям, ну, в последнее время прям вообще в таком, ну, прям в плохом состоянии был. Вышел на связь и говорит, что, ну, прошел реабилитацию, и, ну, а он отделочник, и он постоянно, как не проходил реабилитацию, все, у него одна цель, деньги, деньги, зарабатываем, зарабатываем, работаем, работаем. А тут он говорит, я не хочу, я этого не хочу, я хочу служить, я хочу служить, хочу встать прям в служение. предлагают несколько вариантов. Я ему сразу накидал карри, что надо послушать, чтобы, ну, если ты хочешь прям Господа познать. Я говорю, вот прям, я тебе отвечаю, что ты прям по-новой влюбишься в Господа, ты по-новой его узнаешь, и глаза у тебя откроются. Он, да сколько этих спикеров? Я говорю, спикеров много, но вот именно делатель, именно практиков, но их мало. А этот человек, говорю, он практик. Ты, говорю, ну просто послушай, и ты поймешь, вот насколько живо слово в тебе. Аллилуйя! И вот еще пятница, прям тоже подтверждение тому, что, ну, если мы исполняем волю Божью, двигаемся с Господом, что, ну, вот все содействует ко благу. У нас на работе мастер цеха, вот в который мы зашли, он прям три раза заставлял переписывать наряд в первый день. Ну, там какие-то неисправности были, ну, не допускал. А у нас работают две бригады, и у одной бригады до восьми наряд у нас до пяти. И, как бы, а мне пятницу надо повечеровать. Я к мастеру к своему подхожу и говорю, что если я завечерую? Как ты думаешь, как он отреагирует? Он говорит, короче, давай делаем так. Ты работаешь, если какой-то кипиш начинается, просто говорим, что, ну, заработался человек, как бы, ну, за временем не уследил, ну, поэтому подзадержался. Я говорю, у меня такая же мысль мелькнула, говорю, давай так и двигаемся. Поднимаюсь к себе на этаж, иду и прям думаю, блин, ну, это же неправда, ну, это же вранье, ну, это же не слава Божья. И мимо своего этажа поднимаюсь выше, захожу к нему в кабинет и говорю, я извиняюсь, говорю, ты только не ругайся. Я говорю, мне надо сегодня повечеровать, а меня в наряде нет. Он говорит, где будешь работать? На своем этаже, я говорю, да. Иди работай. Я, аллилуйя, Господь. И вечером созваниваюсь со своим начальством с вышестоящим. Ну, и там по работе. Ты что, еще на работе? Я говорю, да. Ты знаешь, что нам сейчас будет, если мастер спустится и увидит тебя, что ты не состоящий в наряде работаешь. Я говорю, ничего не будет. Ну, почему такая уверенность? Я говорю, во-первых, потому что, я говорю, со мной Господь. Во-вторых, потому что, я говорю, зашел к Нему и поговорил с Ним. Он говорит, ты что? Я говорю, он мне разрешил. Он говорит, быть такого не может. Я говорю, это ну для вас быть такого не может. Я же вам говорю, со мною Бог. Поэтому, ну, для меня нет ничего невозможного. Аллилуйя. Иисус Царь. Аминь. Приветствую всех святых. У меня такое свидетельство. Значит, с одной сестрой мы частенько ходим, занимаемся клинингом. Она тоже сестра во Христе, ходит в другую церковь. И полгода назад примерно мы отмывали также квартиру одних очень состоятельных людей, то есть, которые на слуху там в Кемерово, не буду называть фамилий. Это уже пожилые люди, и ее супруг, этой женщины, ну, был в очень плохом состоянии. Он худел изо дня в день, часто падал, постоянно вызывали ему скорую. Ну, он был больше похож на скелет, обтянутый кожей просто. Вот. И у этой женщины была потом нужда. Ну, то есть мы помыли, как бы там, помолились за него. Он принял Иисуса Христа. Мы его как бы на этом оставили. Ну, этой бабулечке была нужда. Оставлять его не с кем. Ей кто-то, например, самой нужно в больницу. И так как я сиделка, я через свою подругу передала, скажи, что я могу посидеть с этим мужчиной. Они все-таки люди, ну, недоверчивые. И не каждого к себе, конечно, они могут вообще в гости пригласить, позвать и оставить вообще, потому что, ну, сами понимаете, такое время. Значит, дважды я с ним сидела. По осени это было. Два раза сидела, то есть оставляла он часа на два. Я за него молилась это время, провозглашала, беседовала, то есть возлагала руки. Ну, такое время было, ну, непростое. Прямо сидишь, и ты как бы про себя сомневаешься вообще, действует это или не действует. Ну, должно же лучше стать. И уже согласен, в принципе, на любой исход. Думаешь, ну, даже если Господь заберет, это по милости, потому что, ну, это не жизнь, а мучение. Он даже с трудом разговаривает, больше так, знаками, там, глазами моргает. Ну, и вот такая ситуация, значит. Проходит полгода, а мысли не оставляют об этом. Думаю, он вообще живой. Нет, меня ни разу не приглашали больше с ним сидеть. Не то, чтобы мне нужно это было, прийти туда и посидеть, а в том, чтобы убедиться, что вообще с ним, как. Я этой сестре говорю, Марин, ну, мне самой неудобно, позвони, спроси. А она периодически делает раз в год уборку, как раз весна подходит уже, как бы повод. Она звонит этой женщине, и та говорит, ой, ты знаешь, как бы не сглазить, у меня черный глаз. Та такая, а что случилось? Говорит, ну, все хорошо. Я, говорит, его одного оставляю, мужа своего. Куда надо, хожу. Он, говорит, поправляться у меня стал. Ну, и все так говорит, ну, как сказать, полушепотом. А мы вообще позвонили и думали, ну, вообще, готовы к любому исходу. И так бывает зачастую. Ты помолился, так же, когда в хоспис, помолился, Богу отдал, думаешь, да, ну, на все воля Божья. Хотя мы знаем, что он желает, чтобы возлагали руки. То есть мы свою часть делаем, а Господь свою часть. И вот такое свидетельство для меня. Мы уже готовы были ко всему, но он жив, здоров, ему лучше, он сам начал ходить, лучше кушать. То есть, ну, это слава Божья, конечно. Аллилуйя. Слава Господу. И еще свидетельство такое, знаете, ну, я не знаю вообще, для кого-то это свидетельство или нет. Ну, хочу сказать, что в церкви мы как семья. И для меня очень, ну, огромное... Когда в меня кто-то вкладывает, и когда я здесь нужна, ну, для меня это такой плюс. На этой неделе вложился в меня брат, благословил меня. И так это ценно, знаете, когда мы служим друг другу, ну, финансами. Или вот как Алена пригласила меня, стрижку сделала. Я к тому, чтобы, знаете, когда ты в семье, ты чувствуешь себя нужным, важным, любимым, ну, и принятым. И вот каждому желаю почувствовать себя, да, в этом месте таким вот образом. И сеять друг друга. Пусть это будет втайне, пусть никто даже об этом не знает, что левая твоя рука делает и правая. Но это очень ценно. То есть, когда братья, сестры вкладывают друг в друга, потому что, да, написано, что делайте добро всем, а наипаче своим по вере. То есть, и каждый служит тем даром, который он получил от Бога. Потому что каждый важен из нас, каждый нужен. И это очень ценно. То есть, много еще есть свидетельств, кто меня благословлял в церкви. Но это вот просто до этого я не говорила. Но это из последнего. То есть, это огромное благословение и ценность того, кто мы друг для друга и что мы рядом. И это пример, знаете, для мира. Когда ты можешь кому-то рассказать, ты знаешь, я вот в церковь хожу, и вот такие вот там поступки. То есть, людей это очень привлекает. Не то, чтобы как на халяву, а именно, что вот эти добрые дела, это расположение сердца, это вот, ну, просто любовь Христа через нас. Спасибо. По свидетельствам. Аллилуйя. Я тоже молился за людей. И устаю, и честно не помню. Сколько раз и за кого, то есть, ну, много молился на улице. Люди чувствовали улучшение. Женщина. То есть, ну, кто-то отказывался. Короче, кто-ли записывает, начинать.